Чистые птицы Больше всего ёжик любил эти первые по-настоящему весенние дни. Уже ни одного островка снега не осталось в лесу, в небе по ночам громыхал гром, и хотя молнии не было видно, до самого утра шумел настоящий проливной дождь. Лес умывается, думал ёжик, умываются ёлки, пеньки и опушки, «А птицы летят теперь с юга, им тоже моет дождь пёрышки!» И по утрам он выходил на крыльцо и ждал чистых вымытых птиц. «Ещё не прилетели!» — говорила белка. «Каррр! Им трудно в пути!» — картавила ворона. А ёжик нюхал воздух и говорил, «Всё равно пахнет чистыми птицами!» И дятел тогда принимался на самой верхушке сосны чистить себе пёрышки. «Я тоже должен быть чистым!» — думал он. «А то они прилетят и скажут, что же ты такой пыльный дятел!» Заяц сидел под кустом и мыл себе уши. «Возьми еловую шишку!» — крикнул ёжик. «Еловой шишкой лучше отмывается!» «А чем вы посоветуете почистить мне рога?» — спросил, выйдя на опушку, перед ёжикиным домиком лось. «Песком!» — сказал ёжик. «Нет лучше, чем чистить рога песком!» И лось пошёл к берегу реки, лёг у самой воды и попросил лиса, который вылавливал на быстренье блох, почистить ему рога. «А то неудобно!» — бормотал лось. «Прилетят птицы, а у меня рога грязные!» «Сейчас!» — сказал лис. Он был хитрый и знал, как надо чиститься. Он сидел по самую шею в ледяной воде и держал в поднятой лапе пучок прошлогодней травы. Блохи замёрзли в воде и теперь сползались по лапе к этому пучку. А когда сползлись все, лис сбросил прошлогоднюю траву в воду и её унесло течением. «Вот и всё!» — сказал лис, вылезая на берег. «Где ваши рога?» Лось склонил рога, и лис принялся начищать их песком. «Чтобы блестели?» — спросил он. «Нет!» — сказал ёжик. «Блестящие рога некрасиво. Они должны быть туманные». «То есть, чтобы не блестели!» — уточнил лис. «Чтобы не блестели!» — сказал ёжик. И лось даже отфыркивался. Так ему было хорошо и приятно. А дятел уже совсем вычистил пёрышки и был теперь чистый и молодой. Заяц отмыл уши и мыл хвостик. А ёжик уже давно протёр тряпочкой каждую иголку и был такой чистый, что даже самая чистая птица не смогла бы ему сказать, что она чище его. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова